всем здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я начинаю новый влог и очень рада что вы заглянули ко мне на канал сегодня будет на большой процент мотивационное видео я всех призываю присоединиться посмотреть зарядиться моей энергией моей мотивации на чистоту на уют в доме уже совсем заканчивается ноябрь в начале декабря я уже начинаю украшать дом к новому году и к рождеству поэтому нужно время чтобы навести дома чистоту если вам как и мне очень трудно настроиться на скажем так генеральную уборку ну я ее скорее называю пол генеральная уборка то я советую вам начинать самых чистых комнат в вашем доме вот я тоже утром проснулась и решила что сегодня я наведу чистоту в нашей спальне так как мы там практически не бываем в течение дня и только ходим туда спать скажем так либо в гардероб то здесь и меньше всего разного хлама пыли и вы знаете мне вот так психологически легче я понимаю ой да тут и не слишком то уж и грязно сейчас я быстренько тут все уберусь заняло у меня это совсем немного времени ну буквально там два часа а в голове у меня уже галочка что спальня у меня уже все прибрано и я молодец и еще параллельно уборки в спальне я решила по ухаживать за своим лицом я уже вам показывала что пользуюсь вот таким мезороллером и сегодня очередная у меня процедура я не буду углубляться как я это делаю у меня есть прям видео где я вам подробно рассказываю мезороллер у меня от конат это корейская корейский бренд и также я использую еще сыворотки вот они мне заканчиваются тоже мне очень нравится уже заказала следующую партию в общем как я делаю протираю лицо хлоргексидином затем смазываю участок лица который сейчас буду проходить с обрабатывать мезороллером сывороткой и прохожусь мезороллером в разных направлениях затем следующий участок прохожусь у меня реакция сильная хотя я практически вообще не надавливаю то есть легкими легкими прикосновениями прохожусь по коже но так как кожа у меня очень тонкая такая чувствительная скажем так светлая то у меня очень активно активная реакция она очень красная становится и я всегда стараюсь делать такую процедуру если знаю что сутки мне не нужно показываться на людей скажем так но сегодня я видео буду дальше вот с таким красным лицом поэтому если кого-то этот как-то напрягает я извиняюсь но у меня сегодня день процедуры я вам очень советую эту процедуру мне она очень нравится я вижу результат кожа регенерируется после таких повреждений и ну подтягивается я правда вижу результат когда я обработала мезороллером и сывороткой все лицо я хожу так полчаса ну и конечно не теряю время продолжаю уборку налила аромат для дома в диффузор а то у меня закончился навожу небольшой порядок в своих украшениях в шкатулке вот так бывает возьмешь потом бросил бросил на место не положил и тут хаос вытираю пыль с поверхности и хочу уже маленькие такие нотки намеки на новогодние праздники внести в интерьер своей спальне я уже много лет там здесь размещаю на свой туалетный столик вот эти две елочки это мои работы я уже в принципе много раз показывала и еще раз вот в этом новогоднем предновогоднем марафоне покажу вам свои работы возможно еще буду делать елочки и покажу вам небольшой мастер-класс это очень увлекательно и результат получается потрясающе мне они очень нравятся они идеально вписываются в цветовую гамму нашей спальне ну и намекают что новогодние праздники совсем скоро дальше я сняла пыль с подоконников с батареи прохожусь пылесосом более тщательно чем обычно все отодвигаю шторы поднимаю корзину коврики и хорошо пылесошу под кроватью потому что часто наверху у меня убирает дочь ну и сами понимаете что пыльца под кроватью иногда остается я в этот раз максимально тщательно пылесошу постельное белье я заменила на чистое также мне чуть ранее было постирана покрывало вот этот плед так что у меня чистота и порядок и еще хочу заменить батарейки вот в этой гирлянде то она уже давно у меня не светит а иногда хочется создать такое более романтическое настроение гирлянду как-то очень давно покупала на валберис можете поискать и там миллион вариантов и мне очень нравится как она здесь смотрится она светит совсем не ярко и такие крупные шары скажем так еле-еле заметные в темноте создают невероятное ощущение для всей комнаты но все в спальне у меня порядок чистота и уже немножко новогоднего настроения после обработки мезороллером и сывороткой прошло полчаса я затем также спонжем с хлоргексидином очищаю полностью все лицо и смазываю какой-то успокаивающей маской либо просто каким-то питательным кремом пока я здесь на втором этаже да и вообще чтобы не забыть юляша меня попросила привести порядок футболку она здесь нарисовала случайно на ней ручкой мне лично очень сложно справляться с такими пятнами от ручки после стирки но они не отстирываются лично у меня я приловчилась такие пятна вот удалять с помощью вот таких салфеток это специальные влажные салфетки с пятновыводителем достаю одну салфеточку хорошенько и складываю так вот немножко даже выжимаю из нее средства и прикладываю на пятно ну буквально там несколько секунд пропитывается пятно и начинаю тереть я всегда тру по волокнам и поперек волокон и все смотрите прекрасно отходит ручка и не только ручка вот хорошо например справляется с пятнами от еды там конь кетчуп чай кофе вот смотрите ну супер вообще и вы знаете ну застарелыми пятнами не знаю справится ли такая салфетка или нет а если более-менее свеженькие то вообще отлично справляется сразу отдаю одну упаковку юлия она с собой в школу будет брать но чтобы там если что вымажется в столовой либо вот ручкой вот так можно было быстренько затереть и вот смотрите на ее куртки на воротнике сейчас у нас ветрено она застегивается всегда вот так вот плотно и остается тональные средства разные там консилер пудра тоже одним движением руки прекрасно все оттерлось не нужно стирать всю куртку очень удобные салфеточки но особенно на таких вещах использовать которые но не хочется или очень сложно постирать там ну вот на куртке там где-то на шторе или там на обивке в машине на сиденье очень удобная штука я прям приловчилась и у меня всегда теперь есть с собой и в сумке и дочери даю с собой а еще одна чтобы вот так была дома если не пробовали такие салфетки девчонки я прям советую на те которые у меня я оставлю для вас ссылочку спускаюсь вниз со второго этажа и гостиную всегда последнее время пробегаю мимо на кухню ну или вот на свое рабочее место но потому что тут у меня вот такой вот бардачок скажем так ну не то чтобы бардачок а временно моя гостиная превратилась в творческую студию у меня всегда перед новым годом бывает такое настроение я тут творю в кавычках делаю разные новогодние поделки уже я же говорю много лет лет восемь наверное самые любимые мои новогодние поделки это интерьерные вот такие елочки из чего я их только не делала у них такое количество было многие раздарила что-то делаю на заказ продаю это вот две последние мои работы в этом году я успела делать спросите когда я делаю да уже поздно вечером или ночью когда сажусь у телевизора что-то включаю такое нейтральное ну чтобы не забивала голову потому что за день она и так уже забита от разные работы и вот чисто монотонно я вот конструирую создаем вот такую красоту планирую ближайшее время еще сделать минимум одну а может быть и две елочки просто у меня в голове есть идеи я хочу их осуществить и хочу еще сделать декоративный венок из шишек поснимаю немножко напишите в комментариях интересен ли вам такой контент и конечно я вам покажу как я создаю это готовый результат выглядит достаточно сложно на мой взгляд но процесс достаточно простой я вам покажу и возможно вы заинтересуетесь можно сделать буквально из подручных материалов и будет у вас интерьерные декор новогодний интерьерный декор своими руками я уже вот столько дел с утра переделала сама еще не завтракала но сейчас буду готовить себе завтрак и немножко хочу с вами поразмышлять на тему питания чем питается наша семья вы примерно знаете потому что на моем канале очень много кулинарных видео но все равно питание несбалансированное и я считаю что дефицит разных витаминов минералов есть у нас у всех но и белок тоже относится к этой группе все знают чтобы получить белок надо есть мясо яйца рыбу ну не всегда это получается если рассматривать какие-то другие варианты получения белка то ну прямо скажем не у всех есть время варить костные бульоны например по 10 часов я иногда заморачиваюсь но очень редко для меня это сложный вариант поэтому для восполнения дефицита ну и в цель экономии времени я периодически пропиваю коллаген на маркетплейтсах сейчас всего столько но и коллагенов тоже всяких на свете и рыбных и говяжьих и куриных те кто искал коллаген и пробовал другие варианты ну вы знаете что у многих из них один и тот же минус ну во первых запах его просто невозможно не то что пить его даже банку открывать невозможно производители пытаются запах и вкус коллагена забить каким-то количеством ароматизаторов подсластителей часто добавляют туда даже мальтодекстрин вы знаете что такое да это добавляют как вещество которое помогает коллагену оставаться сыпучим но проблема в том что иногда его больше чем самого белка и в коллагене получается мало коллагена ну смешно платишь деньги неизвестно за что я просто однажды перед заказом коллагена заморочилась скажем так и изучал этот вопрос представляете что гликемический индекс у мальтодекстрина больше чем у сахара получается мы пьем натощак коллаген вот я например за полчаса натощак до еды пью его а вот а там быстрого углевода больше чем коллагена представляете какой скачок сахара в крови получается ну вот я стала искать и на маркетплейсах коллаген где ну во первых и нейтральный вкус и какой-то здоровый состав без лишних примесей и сейчас я принимаю коллаген от флавит во первых это российское производство не китай здесь составим три типа гидролизированного коллагена говяжий 1 3 типа он влияет на укрепление сосудов эластичность кожи и прочность костей и курины 2 типа он очень полезен для наших суставов но особенно у кого-то хрустят колени и вы об этом знаете этот коллаген в порошке и поэтому есть возможность принимать высокие дозировки ну то есть те которые нужно вот я принимаю по 5 грамм в сутки это две чайные ложки без горки в капсулах но чтобы принять такую же дозу это нужно там 10 штук выпить и я вообще не представляю как это сделать мне очень сложно этот коллаген прекрасно растворяется в воде и отлично усваивается и для этого в нем еще добавлено два антиоксиданта это витамин c и природный биофлавоноид дигидрокверцетин в общем одной упаковки хватает на месячный курс удобный прием и формат в порошке нейтральный вкус и нет запаха минимальный и полезный состав еще вот маленький совет от меня что коллаген нужно растворять только в воде примерно 40 градусов никаких соков молока там сладких напитков и так далее в общем я принимают уже вторую неделю мне очень нравится брала на озон для вас оставлю ссылочку почитайте поподробнее если хотите развивать такую тему если вам интересно какие добавки там бада я принимаю и что об этом знаю пишите в комментариях что знаю расскажу ну что поговорили о полезном питании давайте теперь испечем булочки как говорится коллаген нам в помощь и другие разные бады и добавки я недавно делала булочки синабон и с радостью хочу поделиться своим простым и очень вкусным рецептом тесто сдобное у меня замесила хлебопечка рецепт ну то есть количество ингредиентов и какие ингредиенты я оставлю обязательно под видео замешивайте вручную либо удобным для вам для вас способом затем тесто я раскатываю такой ну более или менее прямоугольный пласт и смазываю такой смесью здесь у меня размягченное сливочное масло сахар и корица количество на глаз теперь этот пласт теста сворачиваю в рулет хорошенько защипываю край и нарезаю на порции можно нарезать ниткой а можно вот как я обычным пластиком шпателем выкладываю на противень застеленной бумагой для выпечки и ставлю в духовку расстояться я всегда расстаиваю изделия дрожжевые изделия в духовке там у меня температура примерно 40 градусов хорошее теплое место без сквозняков а затем уже когда подойдут булочки я включаю температуру 170 градусов и выпекаю их примерно минут 20-25 булочки синабоны очень вкусно подавать с кремом я делаю его очень просто и очень быстро здесь у меня творожный сыр и сахарная пудра все на глаз добавляю по несколько ложечек маленьких ложечек к сыру сахарную пудру разминаю вилкой и смотрю пробую на вкус и смотрю по консистенции если вам густоватый такой крем конечно можно его разбавить сливками либо молочком но я никогда этого не делаю я не люблю когда стекает крем мне нравится когда он лежит такими сугробами на булочках когда булочки приготовились я даю им ну буквально минут 10 остыть выкладываю на блюдо и сверху накладываю намазываю как вам больше нравится крем очень вкусно получается рецепт обязательно припишу под видео в инфобоксе готовьте ну а дальше я продолжаю вас мотивировать на уборку в доме на чистоту на подготовку к новому году начинаю уборку кухни с холодильником признавайтесь кто давно не мыл холодильник вот так прям тщательно тщательно я признаюсь давно немножечко так знаете видимые пятна по потру тряпочка или губкой и все а вот так чтобы прям все выгрузить все снять полки все достать ящики и промыть ну честно прямо давно этого не делала и вот сейчас начинаю эту работу не очень мною любимую но рано или поздно все равно это нужно делать у нас два холодильника вот сейчас я занимаюсь одним холодильником его называю левым левый холодильник и правил меня холодильник левым холодильником он такой у нас как бы запасной здесь у меня хранится в основном закрутки и если мне нужно что-то разморозить например там да я достаю мясо рыбу ну и размораживать правильно не при комнатной температуре а я достаю из холодильника и из морозилки в холодильник а либо например закупаю какое-то большое количество какого-нибудь товара там молока или еще чего-то или много продуктов для заготовки впрок то меня выручает этот холодильник левый назовем его здесь я не буду доставать ничего все эти банки не хочу доставать там чисто протрут там где пустые полки вот и ящики боезвы из дверки тоже все я оттуда достала все протерла помыла ну и в принципе все готово единственное грязное место мне в этом холодильнике это вот ящик нижний ящик там у меня всегда хранятся овощи ну такие типа свекла морковь там какой-то дайкон редька в общем с левым холодильником я справилась быстро с правом придется попотеть как говорится я достала все содержимое сняла все полочки достала ящики теперь весь внутри холодильника забрызгиваю средством как-то очень давно я покупала мне кажется в леруа мерлен что ли прям для мытья холодильника написано мне так нравится это средство оно и пахнет не ядрено и в принципе справляется со всеми загрязнениями забрызгиваю всю поверхность внутреннюю и оставляю там на буквально на пять минут и потом все прохожу с тряпочкой а затем еще сверху сухой тряпкой ну и все чисто а все ящики все полки я мою обычной губкой обычным средством для мытья посуды в раковине и затем просушиваю немного но чтоб стекла вода протираю сухой тряпкой и устанавливаю все на место я обычно стараюсь сразу как только я принесла продукты из магазина и раскладываю все по местам сделать нарезку там сырную колбасную овощи и фрукты помыть и разложить все по контейнерам по своим местам если я это не сделала то больше никто это не сделает будут вот это вот открытые пачки упаковки все это лежать хаотично в холодильнике исправляюсь в холодильнике меня чистота все расставляю по своим местам баночки там соусами с разными закрутками я сверху все протерла поставила аккуратненько на полке делаю нарезку раскладываю по контейнерам это же отправляем холодильник все в холодильниках у меня чистота в двух и в левом и в правом морозилке я пока не трогаю там хочу чтобы ну посильнее они опустошились а потом тоже чуть позже наведу порядок снаружи холодильники ну то есть фасады холодильников назовем их так я тоже тщательно промываю не знаю как у вас я просто замучилась сколько бы я их не протирала не промывала все равно все заляпано но вот более тщательно я их промываю и все холодильники готовы теперь перемещаюсь со всеми средствами тряпками и хорошим настроением в зону чайно-кофейную в буфетную зону здесь у меня много открытых полок много на этих полках всякое во всякой всячины и декоративных элементов и разные посуды а это значит что очень много пыли конечно открытые полки очень мне нравится в интерьере и вообще мне очень нравится моя вот это вот чайно-кофейная зона на кухне но конечно с пылью борьба бесконечная я не так часто это делаю но потому что здесь очень много разных предметов и не так быстро здесь навести чистоту чтобы это сделать нужно все как минимум снять с полок их все протереть полки затем каждый предмет который там стоит тоже помыть либо в посудомойке либо просто протереть и заново поставить на места когда уже все чисто все вымыто и нужно уже как-то компоновать им такие композиции на полках это мне очень нравится и каждый раз после каждой такой тщательной уборки у меня на полке немного по-разному выглядят мне это очень нравится затем и перемещаюсь вниз просто протираю все что вижу отодвигаю все предметы мою за предметами сами предметы в общем если где-то капельки какие-то чего-то вижу все промываю прочищаю и ставлю на свои места и теперь от этой чайно-кофейной зоны я перемещаюсь туда далее в глубь кухни к самой грязной зоне это где плита духовка вытяжка соответственно рядом там и фартук все в жирных каплях все в какой-то пыли в общем сейчас мне придется поработать параллельно я загружаю посудомойку все что я не могу просто начисто до протереть от пыли я ставлю в посудомойку например там что-то если в капельках жира либо вот миски кошек я периодически тоже промываю в посудомойки ну и вообще какую-то посуду параллельную мы тут что-то перекусывали ели тоже туда туда загружаю освобождаю столешницы и сейчас буду заниматься плитой вытяжкой фартуком здесь у меня уже знаете стадия стыдно грязно наношу средства на губку и вспениваю средства у меня от faberlic для плит и духовок мне нравится но вообще отлично справляется с своей задачей наношу тщательно на решетку решетку убираю и даю как бы ну немного поработать средством а потом решетки отправляю в посудомоечную машину а на всю остальную варочную панель тоже наношу средства даю поработать и затем уже губкой но все снимаю и протираю чистой тряпкой также наношу средства на фартук тут огромное количество жирных желтых пятен на боковушки и на низ ящиков которые здесь близко находится верхних ящиков кухонного гарнитура который находится вблизи от варочной плиты и на вытяжку даю поработать но и все потом снимаю губкой промываю тщательно и протираю сухой тряпкой внутри во всех шкафчиках я постепенно там по одному по два ящичка в течение последнего месяца разбирала делилась этой работой и результатом в моем телеграме да кто еще не подписан на мой телеграм я приглашаю вас подписаться у меня там каждый день новый контент мы в близкой тесной связи с моими подписчиками много интересного эксклюзивного контента много видеороликов фото рецептов рекомендации что посмотреть вечерами что почитать подписывайтесь присоединяйтесь к нашему сообществу ссылка будет под видео так что во все ящички я не заглядываю там у меня чисто теперь прохожусь по фасадам не сказать что понимаем как-то там супер грязные но просто какие-то капли потеки все прохожусь сначала мыльной губкой средством для мытья посуды и затем еще чистой сухой тряпкой и столешницу промываю часто тщательно все расставляю по своим местам пока посудомойка домывает еще кое-какие предметы которые я чуть позже поставлю на место я снимаю шторы тоже мне нужно их постирать здесь у нас такое проходное место летом мы часто пользуемся выходом во двор ну и соответственно шторы но чернющие просто отправлю их пока в стирку и помыла здесь дверь на этом я буду заканчивать свое видео и свою уборку в кухне столовой я молодец надеюсь моим позитивом моей мотивации я вас зарядила на домашние дела вы с удовольствием наведете где-нибудь порядок в своем доме но я добавляю маленькие маленькие уже такие намеки акценты новогодние поставила несколько фигурок в зоне где я обычно снимаю свои рецепты и достаю зимние новогодние кружки я в одном из прошлых видео делилась своим отношением к уборкой чистоте если коротко то она такое я не убиваюсь по чистоте есть время есть желание я навожу порядок нет значит нет жизни многообразная разнообразная много других задач желаний я очень благодарна и рада всем женщина всем хозяюшкам которые поддержали меня написали свое мнение которое оно оно такое как и моё спасибо вам огромное за обратную связь но я стараюсь не запускать свой дом конечно я люблю когда чисто опрятно в доме и наступает время когда нужно делать генеральную уборку нужно наводить чистоту перед новым годом очень хочется это сделать потом уже украсить дом и любоваться красотой и чистотой я надеюсь что вам понравилось мое видео подписывайтесь кто еще не подписался также у меня есть сообщества вконтакт и телеграм и дзен подписывайтесь везде всем пока и скоро увидимся